Как мы помним, Наре докажет Санжару, что Милек его дочь, и после этого попытается покончить жизнь самоубийством. Первая серия завершается сценой на краю обрыва. Во второй серии Санжару вместе с Гидизом удастся отговорить Наре от таких мыслей. Санжар догонит Наре и пообещает ей снова стать тем самым Санжаром, что и 8 лет назад. Затем он приведет Наре в свой дом. Дверь ей откроет Меникше, которая так и не стала женой Санжара, но уже успела заручиться поддержкой его матери, Халисе. Она любезно скажет «добро пожаловать в мой дом». Она даже и обручальное кольцо на левую руку успела примерить. Сама же Халисе не будет так любезна, а напрямую будет настаивать, чтобы Наре ушла из ее дома. Наре не станет с ней спорить. Такая домашняя атмосфера в доме Санжара заставит Наре и вправду поверить, что Санжар женат. Наре так и ответит Гедизу, когда он ей задаст вопрос о том, любит ли она Санжара до сих пор. Но самой главной новостью является тот факт, что Акын остался жив. С одной стороны, это хорошо, так как посол Гювен не пойдет в полицию, чтобы не выносить ссоры из особняка. С другой стороны, Акын, несмотря на свое состояние, не собирается отступать. Он вместе с Гювеном строит план, как не только вернуть Наре, но и заставить ее выйти за него замуж. Тем более, что у Акына теперь есть повод для шантажа. Гювен является с полицией, забирает Мелек и увозит к себе домой. Санжар и Наре поклянутся друг другу вернуть их дочь любой ценой. И как вы думаете, Гювен забрал Мелек потому, что не уверен в психологическом состоянии Наре? Или же он собирается шантажировать ее этим, чтобы она вышла замуж за Акына? Премьера второй серии сериала «Дочь посла» состоится на канале Star TV 23 декабря в 8 часов вечера.